Доброго вечера всем вам и с наступающим в эфире многосерийный проект о людях, знаменитых и не очень, истории которых основательно плетены в историю страны. Судьба человека в современном прочтении. Вопросов, походу, будет много, но ключевой сквозит всегда один. Почему у нас так все устроено, что для нужного всем результата, даже в самой безнадежной истории, непременно требуется ручное управление страной? И никак иначе. Сегодня главный герой у нас уникальная бизнесвумен, которая сама и себя сделала, и отрасль туристическую, в которой работает. Ну а главное, как она это сделала. Субтитры создавал DimaTorzok Вот всегда приветливые. Вот с этого места начинается наш дом, который называется... То есть хорошая гостиница начинается с рецепшена? Конечно, конечно, однозначно. Встречать по одежке в наше время и в нашей стране не то, чтобы не принято совсем, но хорошим тоном считается, мягко говоря, не у всех и не везде. Хотя в добротном гостиничном бизнесе именно с нее все и начинается. С улыбки. Улыбка отражает внутренний мир человека. И вот как ты улыбнулся, как ты встретил гостя. И вот на этом строится туризм. Истоки такого перфекционизма, как говорит Роза Абдыхамитовна, заложены в наших национальных традициях и обычаях. Кому, как не нам, стать центром мирового туризма. Все лучшее для гостя. Так говорит казахская пословица. Так кому, как не казаху, делать туристский бизнес. Вот у нас это на роду, в крови написано. Тут как в сказке. Гостя нужно встретить, накормить, напоить, а потом только о делах разговаривать. Знаменитый ресторан Бельведер. То, что раньше читали в книжках про загнивающий капитализм, нынче пришлось внедрять у себя на родине. И как раз загнивающими такие стандарты явно не казались. Вот, ребята, пожалуйста, вот видите, это первое. Подойдите, пожалуйста, мальчики. Видите, как они хорошо улыбаются. Идемте. Вот посмотрите, это вот эта первая униформа, которая вообще приехала в Казахстан. Мы такой вообще не видели. Дело не в деньгах. Если сервис соответствующий, то любой турист на цену обращает внимание уже в самую последнюю очередь. Первое – это безопасность. Второе – это чистота. Третье – это хороший сервис. И только на последний месяц цена идет. Основа любой гостиницы – это люди. Причем неважно, по какую сторону двери номера они находятся. Сегодня среди персонала даже сформировалась Старая Гвардия. Берег 17 лет в этом отеле. Когда-то Берега я сама принимала в отель. На должность, по-моему, швейцара. А сейчас Берег уже повысился. Он уже в службе безопасности. Это сегодня все знают, что клиент всегда прав. Первопроходцам гостиничного бизнеса этот постулат приходилось постигать через ломку тех советских стереотипов. Кто главный в гостинице? Помните, как Урсула? Один вопрос она задала. Ребята, кто главный в гостинице? И мы все дружно ответили – директор. И она сказала – нет. Его величество – гость. Добрый вечер, Роза. Добрый вечер. Спасибо, что приехали. Готова поговорить? Да, готова. Как было начинать все с нуля, по сути дела? Я выступила с идеей создания ассоциации «Объединить туристический и гостиничный бизнес воедино». То есть вы посчитали, что, наверное, разрозненно? Конечно. Толку не будет. Нужно объединяться, чтобы поднять отрасль. Поднять отрасль, защитить интересы самих игроков этой отрасли. Потому что нам не хватало и туроператоров, турагентов, нам не хватало переводчиков, авиакомпаний. Да и масштаб, наверное, должен быть какой-то страновой уже, да? Конечно. Я опять-таки робко обратилась о том, что мы бы хотели пригласить Нурстана Абишевича на нашу учрежденную конференцию. Потому что туристская отрасль, о ней вообще не говорили. Потому что нужно было накормить людей, обогреть. Какой-то туризм, да? Какой туризм? У меня вообще порой и войска крутили вообще. О чем ты говоришь? Какую ты отрасль вообще забрела? Было время, когда, знаете, были вот такие куски мыла большие, туалетное мыло вот такое для советской большой семьи, да? Мы его размачивали и леской делили. И у нас неплохо получалось. Ну там какая-то интрига была, да? Ваш доклад очень критичный был, да? И именно это зацепило. Когда мне предоставили слово, вы знаете, у меня коленки тряслись, честно. Какой-то разгромный доклад у вас был, да? Я стала говорить о том, что в нашу страну крупные туроператоры мира не рекомендуют посещать нашу страну. Почему? И нашу страну называют страной шлагбаумов. Потому что контрольно-пропускной фунт состоял из одного пограничного окна. И там томились в очередях в аэропорту по 4 часа прохождения границ. Кто потом захочет еще раз сюда приехать? Абсолютно. Везде. Даже вплоть на лице у таможенника и пограничника должно быть доброжелательное выражение лица. А пойди нашим объясни людям в погонах, что улыбаться стоит. Да. И я помню, в аэропортах было не только пограничники стояли, и таможенная служба, но еще и линейная милиция. Были такие случаи, когда просто в носках оставляли человека и в майке, и в трусах для того, чтобы проверить, не проводит ли он какую-то контрабанду. Как туристов милиция встречала, да? Да. Это сейчас кажется, что создавая ассоциацию, кто-то четко представлял себе, для чего это делается. На самом деле и бизнес туристский был для страны новым, и люди, которые его поднимали, были, мягко говоря, случайными. Других на тот момент просто не было. Я впервые советский гражданин, гражданка Казахской СССР. Я бросила большую свою должность в Министерстве здравоохранения Казахской ССР и пришла сюда, вот сюда, в этот отель, простой консьержкой. Сегодня это звучит как анекдот, но первый договор американская туристическая компания подписала, не поверите, с коммунистической партией Казахской ССР. Отношения прежних заклятых друзей слегка потеплели. Эта гостиница стала не окупаться, она стояла на балансе управления делами ЦК Компартии Казахстана. И они стали искать выходы, как же все-таки, чтобы сюда невозможно было пройти. Здесь запрещалось посторонним вообще заходить, здесь заходили по специальным пропускам. Рвать устоявшиеся совковые шаблоны гостиничного сервиса иностранные консультанты стали сразу, с порога. Советская школа какая была гостиничного бизнеса? Пустой коридор, никаких диванов, никаких ресепшен, подходишь, там ресепшенистка сидит и тебе говорят, нет номеров, все. А здесь цветами встречают, швейцар тебе так открывает красиво дверь, то есть все стало по-другому. Следующим был урок маркетинга. И выяснилось вдруг, что даже в самый продвинутый супер-отель, чтобы привлечь гостей, нужно сильно постараться. Построить отель – это 10% усилий, а вот его выгодно позиционировать, выгодно продавать номерной фон. Бушой насыщий. Да, главное – это люди. В бедных, а часто лихих 90-х спрос на хорошие гостиницы был никакой. Сейчас этого уже не скрывают, а тогда моральный дух персонала отеля поддерживали весьма любопытным способом. Вообще не было посетителей, не было проживающих. И мы для того, чтобы свой дух поднять, мы просто в некоторых номерах включали свет. И вечером делали видимость, что у нас люди проживают. Лифты, ковры, картины на стенах. От той советской номенклатурной гостиницы здесь осталось совсем немного. Здесь вот все стены были украшены полотнами наших художников. И как раз когда пошли визиты нефтяников, первых бизнесменов, и я здесь делала их приемы, коктейли специально. И вы знаете, первый приезд нефтяников – все картины ушли в лед. И потом так, надо бы цены повысить. Происходили здесь и курьезы. Например, случай с отключением света в самый разгар официального приема. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, видите, какая приветливая улыбка. И вот здесь вот, и вот представляете, в самый разгар пиршества отключается свет. Естественно, небольшая заминка. И когда свет включился, здесь Нурстанабишев разрядила обстановку и говорит, это мы специально сделали для вас, чтобы показать ночную Алма-Ату. Конечно, потом был серьезный разбор полетов, но это было потом. Достойно селить больших гостей тогда было больше некуда. Вот он, бывший ресторан, который служил залом официальных приемов, где решались самые первые вопросы внешней политики страны. Здесь раньше был ресторан «Бастау». И вот в этом зале проходили первые приемы главы государства. Допустим, канцлера Австрии проводил, и он так поворачивался и говорит, ну а теперь давайте чайку попьем. И он с нами вместе чай пьет. Частые визиты высоких гостей в теперь уже независимую республику обязывал персонал держать себя в тонусе круглые сутки. Такой бесконечный экзамен на профпригодность. Вот, допустим, принцесса Анна, она написала благодарственное письмо после визита к нам, и она написала, знаете, какие слова? Я благодарю за их великолепную работу и сервис. Работа была видна, они незаметны. Обычная спальня. Сразу и не скажешь, что в начале 90-х этот номер назывался президентскими апартаментами, первыми в независимой стране. Это президентский номер, он, конечно, изменился. Здесь, видите, спальня, но здесь раньше был холл. Спальня была в той стороне. И Мурсан Абишевич здесь с отдельными главами государства проводил приватную беседу. То есть вот здесь в спальне? Вот, это спальня. Сейчас это спальня. А здесь был оборудован первый в стране шведский стол. И посетители тянули сюда не столько пообедать, сколько поглазеть. Еще бы, после ведомственных советских столовых. Как это? Бери и ешь сколько хочешь? Первый шведский стол, завтрак, мы сделали здесь из того, что могли. И этот завтрак приезжали и смотрели наши вице-премьеры, министры. Здесь оборудовали первый в Казахстане бизнес-центр. И именно здесь поставили первый тогда привезенный в страну контрабандой фоксимильный аппарат. Отправка одного листа стоила 17 долларов, прием – 1 доллар. И вы знаете, на этом бизнес-центре мы первые месяцы собирали, как бы нам не соврать, за год полмиллиона чистой прибыли собрать. Тогда же стали менять, если не сказать ломать, через колено привычный для советских гостиниц уклад. Так появились первые вечеринки, к которым публика сначала отнеслась настороженно, а потом так прониклась, что билеты нужно было доставать по самому большому блату. Вы знаете, ко мне подходили, звонили с больших приемных, или Роза Абдехамитовна, да, пожалуйста, сделайте нам столик. Ну что вам стоит столик сделать? А я не могла этого сделать, потому что все места были проданы. А они недоумевали, ну что такое? Ну поставьте столик. А мы не могли сделать это по одной простой причине. Потому что если мы поставим дополнительно еще столики, у нас не будет хватать официантов, и у нас сервис. И мы не должны были этого допустить. И мы стояли насмерть. Единственное, когда я дрогнула, когда мне позвонили из большой, очень большой приемной, и сказали, надо реке. Но тогда я пошла к генеральному и сказала, я сама буду обслуживать этот столик. Вы рассказывали, что когда читали свой доклад, тот самый критический, да, что люди, которые сидели из окружения президентом в зале, они с замиранием. То есть они не знали, как отреагирует президент. И все боялись, что это может вылиться в какой-то, не знаю, скандал как минимум, да, с последствиями для вас. Вы знаете, я честно, и у меня было две заготовки доклада, в принципе. Хороший и плохой? Один хороший такой, ну, все хорошо, ну, что на бишь, все у нас прекрасно. Но когда я вышла за трибуну и увидела глаза своих соратников, и я понимала, что если я сегодня это не озвучу, движения не будет. И был, конечно, большой резко. Но вы видели эти лица в зале людей, которые были в шоке, да? Тишина полнейшая. И я, когда видела их глаза, я вот читала в их глазах, честно скажу, что ты делаешь. И да, впервые получили резолюцию согласиться и поддержать. То есть на государственном уровне стали уже вас поддерживать, да? Очень серьезно стали поддерживать. Стали открываться двери практически всех министерств. И любая просьба, где это было возможно, нам шли навстречу и помогали. И до сих пор помогают. Основная идея была такова. Государство ввиду финансовых причин обеспечить развитие туристической отрасли не в состоянии. А значит, выход один. Передать все это гостиничное хозяйство частникам. Представляете, в 96-м году появляется такая красота. У всех. Ах! Ну да, еще. Ну нет слов. Все это то же самое было. Только были... Проходите. Я провожала на устанавливающихся к автомобилю. И когда мы шли рядом, он сказал просто так, по-отечески. Роза, начать любое дело можно. Но самое главное и самое трудное удержать. Казбек Валиев – один из отцов-основателей казахской туристской отрасли. Соратник Розы Асанбаевой. Ответственность в туризме – это самое главное. Бывает, денег не заработаешь, но ты, можно говорить, ну, поддержал свой имидж. Ты ничего не заработал, но смог обеспечить людям хороший отдых. Или вот, безусловный туристический бренд – наш национальный соколы-балобаны. Лучшую породу в мире разводят в этом питомнике – в горах под Алматы. Пришли люди с претензией. Мы, конечно, были ошарашены, мы полностью, мы завели их в каждый угол, мы ничего не скрывали. Но люди пришли целенаправленно, скажем так, поломать всю нашу деятельность. Но даже такая международная известность не помогла, когда хозяева соседнего коттеджа решили, что тут шумно, устойчивый запах помета и вообще не место тут к каким-то хищным редким птицам. Потом угрозы были. А что они, как угрожали? Звонили вам, приходили к вам. Как это было? Они сказали, что мы здесь все закроем, мы все снесем. Потом к нам повально просто начали приходить проверки. Проверки. Ну, как это обычно. Одна за другой. Все, начался прессинг. Одна за другой. Все, ну, абсолютно все, что есть, все приходили, нас проверяли. Все полностью, то есть по косточкам перебрали. Ну, это были какие-то влиятельные люди, да? Ну, скорее всего, конечно. Скорее всего, есть такой прессинг со стороны. И вы знаете, мы совместно с ребятами отбивали это место. Частная победа стала стратегической. Так организация наращивала мускулы и обрастала авторитетом. Скажите, а вот не обидно было, что вы занимаетесь этим? Это тяжело, да? То есть особых какого-то финансирования государственного у нас нет. Вы как бы сами себя покупаете. У нас вообще нет государственного финансирования. Ну, вообще нет, да. И вдруг, не знаю, кто-то хочет выгнать, все свернуть. Не обидно вообще просто такие вещи? У нас не то, что обидно. Нас, мы просто были в полном смысле слова в шоке. Работая 24 года, выпускать бесплатно птиц, зная, что это ты выпустил птиц. То есть ты пополнил природу Казахстана. Мы, конечно, не отказались бы, если бы кто-то нас финансировал и за этот выпуск, скажем так, мы получали какую-то дотацию. Но даже не получая этого, мы цель питомника не меняем. Роза, расскажите немножко про свою ассоциацию. То есть, ну, понятно, вы ее застолбили, вы ее организовали, да? У вас появилась, ну, в хорошем смысле, крыша. Крыша хорошая. Крыша хорошая. Я понимала, сколько бы мы не посылали каких-то декларативных моментов, законов, приказов и так далее. Если нет на местах специалистов, которые это смогут реализовать, то это невозможно ничего сделать. Тогда я оставляла свою уютную, любимую Алмату. Уезжала не просто вот наездами, а уезжала и жила в регионах. И там попыталась поднимать туристскую отрасль. Потому что, вы знаете, я понимала, что сильные регионы – это сильный Казахстан. Внутренний туризм – тема нынче модная, а потому суетливая. Роза Абдыхамитовна признается, при ее плотном графике, самый лучший отдых – взять да сорваться туда, где всегда найдешь постоянство. Туда, где свои. Когда собираемся всей семьей, и вот наш домашний очаг, отчий дом согревает нас всех. Все тот же сад и огород, только тропинку к реке перекрыли домами. Да дети выросли и посадили свои, молодые деревья. Посмотрите, какие выросли деревцы уже. Вот их уже и подрезать надо. Здесь, в этом самом родном для нее доме, отец привил Розе любовь к труду. Только теперь она поняла, как воспитанный отцом характер, что-то беспрерывно делать, помогает ей двигать туристическую отрасль целой страны. Папа нам позволял до 6 утра спать, а летом в 5 утра мы уже были все на огороде. И он говорил, вы что, уже солнце на потолке, вон там на небе, а вы все еще спите. Отсюда работоспособность. Да, и отсюда мы, в общем-то, он привил к нам работоспособность. Знаете, ни одна страна мира не сделала и не становила свой туризм демократическим путем. На то всегда была воля главы государства, сильная политическая воля главы государства. И вот сейчас, еще раз, в очередной раз, мы ждем такую политическую волю. И Казахстан может стать, знаете, туристским транзитным хабом, туристским. Особенно Астана. Это вот ваши сейчас планы, сегодня. Да, мы уже работаем над этим. Да, и вы хотите опять, чтобы президент, до президента как-то это донести, чтобы он опять вам помог? Так получается? Нужна политическая воля главы государства для того, чтобы мы стали действительно туристической державой. И, конечно же, нам нужно, чтобы наши соотечественники, наши казахстанские туристы прекратили скитаться по чужим берегам в поисках счастья на пляжах чужих стран. Но у нас-то дорого и никакого сервиса. И вот поэтому я очень хочу, вот моя вот честно мечта, чтобы наш народ жил, отдыхал в чисто туристических курортных городах, таких вот, допустим, как Сочи, Ялта. Я бы хотела, чтобы появился новый город, город Кендерли, или как мы там его по-другому, может быть, назовем. Если у тебя нет желания, нет фанатичной веры в то, что ты делаешь, никогда этого не одолеть. Вот это яркий пример. А вот здесь, где мы находимся, это называется казахстанская Лапландия. Резиденция. Да, резиденция. Резиденция Санта-Клауса. Сейчас мы вот, нам гостеприимно откроют двери, и уже тут Новый год вовсю. Сейчас я вам расскажу одну историю. Санта жил в Лапландии со своей женой, тетушкой Тори, но прилетела к нему в гости я и рассказала ему про наше Боровое. Ему так понравились мои истории, что мы сразу же отправились путешествовать на этом воздушном шаре. Ну что, полетели? Полетели. Ой, какая красота. А это у нас почта Санта-Клауса. Здесь я пишу ему письма и отправляю через волшебный барабан. А так закидывается сюда письмо, и в барабан включите три раза. Для того, чтобы Санта-Клаус услышал, что ему пришло письмо, я обязательно прочитал его. Вот, пожалуйста, даже в резиденции Санта-Клауса легкая бюрократия, смеется Роза. Правда, в отличие от чиновничьей, эта почта по-настоящему традиционная. А значит, чего-то можно и у Санты попросить. Письмо по традиции. И лучше сразу мечту, чтобы сбылась. Меч много, желаний много. И сегодня я пишу Санта-Клаусу и уверена, что он как добрый дедушка, а я зато поможет нам, поможет нашей стране, поможет всем нам. Сбудется, как думаете? Обязательно сбудется. Выделен старый компас, получены карты и кроки. Выштабан на штормовке лавины предательский след. Тот счастлив саму знакома, щемящий чувство дороги, где ветер, лед и зонты, и раздувает рассвет. Редактор субтитров А.Семкин